Алхамду лиллэхи Раббил Аламин Вассалату ассаламу аль ашрафил Анбия и Вальмурсалин Набиена Мухаммадин Ва аль алихи ва сахбихи Ва манихдада бьхадихи иля явмиддин Ассаламу алейкум арахматуллахи в баракату Братия и сестры Продолжаем наши уроки по книге Дурасуль Мухиммаля Амматил Умма Которую написал Выдающийся ученый Шейх Аббуль Азиза бенбаз Рахимахуллаху тааля Вот и шарх Это послание делает наш уважаемый шейх Халит Аль-Фулейш, да хранит его Аллах. Саламу алейкум и рахмату, шейханам. Да продлит Аллах ваши дни, а также дни братьев и сестер телезрителей. Мы дошли до действий, нарушающих молитву. Автор, да помилует его Аллах, сказал. Одиннадцатый урок – действия, нарушающие молитву. Действий, нарушающих молитву – восемь. Преднамеренный разговор в молитве, не по забывчивости и зная о хукме этого. А что касается того, кто забыл или же невежественен, то это не нарушает молитву. Смех, принятие пищи, питье, открытие аурата, сильное отклонение от направления к кибле, непрерывные и многочисленные движения в молитве, нарушение омовения. Эти восемь вещей, упомянутые автором, да помилует его Аллах, связаны с действиями, нарушающими молитву. То есть, если человек совершит что-либо из этих восьми вещей преднамеренно, а не по забывчивости, его молитва нарушится. Первое действие, нарушающее молитву – это разговор. Разговор нарушает молитву по единогласию, при соблюдении определенных условий. Первое, чтобы человек знал о хукме того, что разговор нарушает молитву. Второе, чтобы это было сделано преднамеренно. Третье, чтобы это не произошло по забывчивости. Четвертое, чтобы человек сказал слова по своему выбору, согласно одному из мнений. Наши слова, чтобы человек знал о хукме этого, то есть, если подобный ему невежественен в этом, то такому человеку есть оправдание по его невежеству, и его слова, сказанные им в молитве, не нарушают ее. Если человек невежественен о хукме этого, например, он живет в отдаленной местности, до которой не дошли знания, или он живет в стране, которая далека от ислама и мусульман, и он, совершая молитву, заговорил в ней, не зная, что нельзя разговаривать в молитве, в таком случае его молитва действительно. Это касается того, чтобы он знал о хукме разговора в молитве, чтобы это было сделано преднамеренно. Когда мы говорим преднамеренно, то это исключает того, кто заговорил по забывчивости, так как когда пророк, саллиллаху алейхи ва салям, заговорил в своей молитве, и когда Зульядейн обратился к нему со словами «О, посланник Аллаха, молитва стала короче или ты забыл?», тогда он ответил ему «Она не стала короче и я не забыл». То есть пророк, саллиллаху алейхи ва салям, заговорил, забыв, что он дал приветствие, не совершив молитву полностью. Поэтому он спросил Абубакра и Умара «Правду сказал Зульядейн?» Они ответили «Да». В одной из версий этого хадиса пришло, что они сказали «Да», то есть указали на это, зная, что пророк, саллиллаху алейхи ва салям, дал приветствие, не совершив молитву полностью. Этот хадис указал на то, что если человек заговорил в молитве по забывчивости или по незнанию, его молитва считается действительной. Когда мы тут говорим «по незнанию», это означает, что он не знал, что находится в молитве. То есть он полагал, что он уже закончил молитву, а затем заговорил. В этом случае мы скажем, что его молитва действительно и не нарушена, так как когда пророк, саллиллаху алейхи ва салям, заговорил, он считал, что он уже закончил свою молитву и не находится в ней. Но несмотря на это все, его молитва не стала недействительной. Однако он встал, произнес такбир, завершил свою молитву и совершил два земных поклона невнимательности. Чтобы это не произошло по забывчивости, то есть чтобы человек помнил о своей молитве, что исключает того, кто забыл, того, кто не знал, или если его разговор был для пользы молитвы. То есть если, например, человек молится позади имама, а имам пропустил один из толпов молитвы и не может понять, что именно он пропустил, в то же время молящийся за ним может обратить его внимание на ошибку только при помощи слов. Поэтому сказали некоторые обладатели знания, что если человек заговорил в молитве для пользы самой же молитвы, то его молитва не нарушается. Итак, из действий, нарушающих молитву, разговор во время ее совершения. Если он заговорил в ней, зная о хукме этого, преднамеренно, не по забывчивости и не для пользы самой молитвы, то его молитва нарушается по единогласному мнению. Когда человек заговорил в молитве, зная о хукме этого, это исключает невежественного. Когда он заговорил, помня, что он находится в молитве, это исключает забывшего. Когда он заговорил преднамеренно, это исключает того, кто ошибся, то есть, когда он ошибся, не зная. Он заговорил в молитве, думая, что молитва уже закончена, как это сделал пророк, саллиллаху алейхи ва салям, когда он полагал, что он, алейхи саляту ассалям, закончил свою молитву, из-за чего заговорил по ошибке. Не для пользы самой молитвы, это исключает того, кто заговорил для пользы молитвы. Итак, эти четыре условия, упомянутые нами, если кто-либо заговорит в молитве без наличия одного из этих условий, его молитва будет недействительной по единогласному мнению. От пророка, саляллаху алейхи вассалям, в хадисе Ибн Мас'уда, а также в хадисе Джабира Ибн Абдуллах, да будя довольными Всевышний Аллах, передается, что они давали ему салям в молитве, а когда Ибн Мас'уд вернулся из Эфиопии, он рассказывает об этом. Я дал приветствие, но он не ответил мне, и сказал, воистину Аллах вводит в свои дела, что пожелает, и из того, что он ввел, чтобы люди не разговаривали в молитве. А также, как сказал Зайд Ибн Аркан, да будь доволен им Всевышний Аллах, мы давали приветствие друг другу в молитве, и тогда Аллах не спослал свои слова, и стойте перед Аллахом смиренно, после чего утвердилось единогласие на то, что не дозволено разговаривать в молитве. Разговор – это когда люди разговаривают друг с другом, подобно тому, как ты говоришь человеку, как дела, что нового, то есть разговоры, подобные этим, называются разговором в молитве. А если человек разговаривает со своим Господом, обращаясь к нему с мольбой «О Аллах! О Господь!», то это относится к поминанию Аллаха, потому что мольба – это поклонение, за которое раб получает награду. А разговор в молитве – это когда один человек разговаривает с другим, это является неправильным. Даже если человек сказал какое-то поминание Аллаха, например, если он скажет чихнувшему «Да помилует тебя Аллах!», в этом случае мы скажем ему «Твоя молитва нарушена, потому что этим разговором ты обратился к человеку». Итак, одно из действий, нарушающих молитву по единогласному мнению – это разговор в молитве при наличии условий, упомянутых нами. А это – чтобы он был знающим, чтобы это было сделано преднамеренно, а также не по забывчивости и не для самой молитвы. Относительно последнего условия – не для пользы молитвы – существует разногласие среди обладателей знания. Однако мы скажем, что более правильное мнение – если человек заговорил для пользы самой молитвы, и он не может найти другого способа, чтобы объяснить имаму то, что он хочет, кроме разговора, то ему дозволено это. Однако, если у него есть возможность разъяснить, то мы скажем, что ему не дозволено разговаривать. То есть, если, например, имам встал для совершения следующего раката, но забыл совершить один земной поклон, а молящийся сзади хочет обратить внимание имама на это и говорит «Субханаллах», но имам не может понять, что ему надо сделать, когда молящийся говорит «Сядь, ты пропустил один земной поклон». Но в данном случае будет лучше для него сказать «Поди, ниц, и приближайся к Аллаху». «Так нет, не повинуйся ему, а поди, ниц, и приближайся к Аллаху». Потому что эти слова относятся к упоминанию Аллаха, которыми он сможет объяснить имаму, что он пропустил один земной поклон. Если человек может обратить внимание имама на ошибку без того, чтобы разговаривать в молитве, то ему не дозволено разговаривать. А если он заговорит в такой ситуации, то его молитва нарушится. Итак, это было первое действие, нарушающее молитву. С вашего позволения, шейх, есть вопрос. Жест не считается разговором в молитве? Жест не считается разговором. Ведь от пророка, саллиллаху алейхи вассалям, достоверно приводится, что когда он находился в молитве, и его кто-то приветствовал, он отвечал ему жестом своей руки. А что касается хадиса, тот, кто сделает отчетливый жест в молитве, его молитва недействительна. Относительно него мы скажем, что этот хадис отвергаемый, так как он недостоверно приводится от пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Ведь Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, делал жесты в своей молитве. Он сделал знак Абу-Бакру, когда тот совершал молитву, чтобы тот занял свое место. Поэтому жест не нарушает молитву. Также Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, будучи в молитве, сделал знак с подвижником, чтобы они сидели, и они сели позади него, вслед за ним. И не нарушилась ни его, ни их молитва. Поэтому знак рукой не нарушает молитву, потому что молитву нарушает речь, произнесенная человека. А что касается того, когда человек мысленно разговаривает сам с собой во время молитвы, то относительно этого мы скажем, что его молитва не нарушается. Приведем пример. Если человек совершает молитву, зашел его брат и спросил, у тебя ключи, на что он сделал такой знак? Если он сделал знак, означающий «нет» или «да», то мы скажем, что его молитва не нарушается. Однако будет лучше, если он не будет подавать никаких знаков. Но если есть необходимость в том, чтобы он сделал знак, и он сделал его, например, его спросили, где ключи, на что он ответил таким знаком, то в этом нет проблем. Второе действие, нарушающее молитву – смех. Смех также является действием, нарушающим молитву по единогласному мнению. Это потому, что смех является тем, что несовместимо с молитвой. Ведь молитва основана на смирении, покорности и полном повиновении Аллаху, субхану ва-та-аль. А смех связан с игрой и насмешками. Поэтому, если человек преднамеренно засмеется в своей молитве, то есть не по забывчивости, как мы говорили ранее, будучи знающим, сделав это преднамеренно, и не по забывчивости, то его молитва будет недействительна. А если он засмеялся, будучи настолько невежественным, что ему есть оправдание, то тут такой же разбор, как и в разговоре во время молитвы. А если он засмеялся по ошибке, то есть он дал приветствие, выйдя из молитвы, после чего засмеялся, полагая, что он полностью закончил свою молитву, не зная, что он не совершил еще какую-то часть молитвы, в этом случае мы скажем, что его молитва также не нарушается. Чтобы человек помнил и не был исчисла тех, кто забыл. Если он забыл и его одолел смех в его молитве, то есть он ошибся и засмеялся, ты можешь видеть некоторых людей, совершающими молитву. Но во время молитвы они забывают о том, что они в состоянии молитвы и смеются. Относительно этого мы скажем, что это не нарушает их молитву. Также, шейх, я вспомнил, что подобное даже произошло с нами. В ряду молящихся стоял сумасшедший, который издавал некоторые звуки, и некоторые парни не смогли сдержать себя. Если человек засмеялся в своей молитве, то он должен покинуть ее и начать все сначала. Каковы минимальные границы смеха? Например, если он улыбнется. Есть разница между улыбкой и смехом. Некоторые обладатели знаний считают, что улыбка также относится к смеху, и что она нарушает молитву, что является мазобом захиритов. Но более правильное мнение, легкая улыбка, не сопровождаемая звуками смеха, является нежелательной в молитве. Но она не нарушает ее. Это более правильное мнение. А что касается слов тех, кто говорит, приводя в свою пользу слова Всевышнего Аллаха, он улыбнулся, рассмеявшись, то ведь смех бывает нескольких степеней. К нему относится улыбка, а также то, что превосходит ее. Поэтому смех, сопровождающийся звуком, именно он нарушает молитву. Именно такой смех, который сопровождается звуком, именно он не совместим со смирением и со смыслом молитвы. А это покорность и полное смирение Аллаху Субхану Та'аля. Третье действие, нарушающее молитву, принятие пищи. Принятие пищи также является действием, нарушающим молитву по единогласному мнению. Потому что молитва – это не место для еды и питья. Это место только для поминания Аллаха Субхану Та'аля и чтения Корана. Если во время молитвы неприемлемы разговоры людей, то тем более во время нее неприемлемо употреблять пищу. И утверждено единогласие относительно того, что принятие пищи во время молитвы считается тем, что ее нарушает. То же самое касается и питья. Ученые сказали, что оно – одно из действий, нарушающих молитву, если человек попил во время своей молитвы. Некоторые ученые сказали, что дозволено пить в добровольной, а не в обязательной молитве. Если человек удлиняет свое стояние в молитве, подобно ночной молитве или совершению Таравиха в Рамадане, когда человек долго стоит и захотел попить немного воды, чтобы промочить горло. Некоторые ученые дозволили это. Это передается от Ибн Зубейра, да будя доволен им Всевышний Аллах, который долго стоял на ночной молитве и читал Коран, и пил воду, если нуждался в этом. Поэтому некоторые ученые дозволили питье только в добровольной молитве, но не в обязательной. Потому что время обязательной молитвы не подобно времени добровольной, а также потому что обязательная молитва основывается на предосторожности и усердии. В любом случае мы говорим, что правильное мнение – питье является запрещенным в молитве, будь то в обязательной или в желательной. А если человек почувствовал сильную потребность в питье, то он может прервать свою молитву и попить, а затем должен начать свою молитву сначала. Итак, это было четвертое действие, нарушающее молитву. А это питье. С вашего позволения, шейх, небольшое уточнение относительно еды. Если во рту осталось немного еды, например, остатки мяса, если между зубов человека осталось что-то из еды, и он проглотил это, будучи в молитве, то это не относится к приему пищи. Если у него осталось что-то внутри, то это не считается куском еды, потому что прием пищи – это когда человек изначально преднамеренно кушает в молитве. Например, он берет кусок хлеба, молится и кушает его. Это называется приемом пищи в молитве. А что касается того, что застряло между зубов, и человек проглотил это вместе со своими слюнями, то это не называется едой. А если это был целый кусок еды, и он проглотил его, или он приступил к молитве, а у него во рту кусок пищи, который он хочет доесть, то относительно этого мы скажем, что это не дозволено. И это нарушает его молитву. Получается, шейх, если человек, например, съел что-то сладкое прямо перед молитвой, и у него во рту остался привкус, если во рту у молящегося остался привкус, а не сама еда, или что-то, что он глотает вместе со слюной, то в этом нет проблем. Пятое действие, нарушающее молитву – открытие аурата. Мусульманину приказано, чтобы он закрывал свой аурат, когда он совершает молитву. Аурат молящегося, что касается переднего и заднего прохода, то относительно них есть разногласия. Большинство ученых считает, что аурат молящегося – это часть его тела от пупка до колен. Это и есть его аурат. Также некоторые обладатели знания склонились к тому, что сверх этого он должен закрывать свои плечи, и это является достоверным. Является обязательным для мусульманина, когда он совершает молитву, чтобы он закрывал оба плеча, а также ту часть тела, которая находится между пупком и коленями. Но если смотреть со стороны нарушения молитвы, то это когда открывается его аурат, находящийся между пупком и коленями. А если он помолится с неприкрытым плечом, то его молитва действительно. Итак, тут мы скажем, что мусульманину приказано при совершении молитвы закрывать то, что находится у него между пупком и коленями. А также он должен закрывать свои плечи. Это то, что достоверно из мнений обладателей знания. А то, что нарушает молитву, это когда открывается та часть тела, которая находится между пупком и коленями. То, что нарушает молитву по единогласному мнению, это когда открывается передний и задний проход. Потому что существуют разногласия, некоторые ученые считают, что открытие бедра не нарушает молитву. Однако мы скажем, что более правильное мнение, если откроется бедро в молитве, зная, преднамеренно и не по забывчивости, то есть те же условия, то мы скажем, если у человека открылось бедро в молитве, и он знает, что это запретно, но все равно открыл его, то его молитва недействительна. Или если он открыл его преднамеренно, то есть зная, что это запрещено, то это также нарушает его молитву. Также если он открыл свое бедро, помня, что он находится в молитве, то его молитва недействительна. Но если он открыл свое бедро, забыв, что он находится в молитве, например, если он забылся, почесал свою ногу и открылось его бедро, то тут мы скажем, что его молитва действительно и на нем нет греха. Также если он сделал это по незнанию, когда подобному ему есть оправдание по невежеству, его молитва также действительна. Если он сделал это по ошибке, то есть, например, он совершил молитву не полностью и дал приветствие, а затем открыл свой аурат и начал чесать его, относительно этого мы скажем, что его молитва действительно, и он дополняет ее, основываясь на том, что он совершил из молитвы до этого. Поэтому, когда пророка, саллиллаху алейхи вассалям, спросили, может ли кто-либо из нас молиться в одной одежде, он ответил, если она будет широкой, то обернись ею, а если узкой, то сделай из нее изар. Его слова «сделай из нее изар», то есть, закрой ту часть тела, которая находится между пупком и коленями, это если у него небольшой кусок материи, а если у него есть широкий кусок, то ему приказано, чтобы он также закрыл свои плечи. Тот, кто совершил молитву с открытыми плечами, он грешник, но его молитва действительно. Если вы позволите, шейх, есть один очень важный момент. Из тех бедствий, которые очень распространены, шейх, когда человек совершает молитву в очень короткой рубашке. Сколько мы видели молодежи, когда они совершают земной поклон, у них открывается... Относительно этого мы скажем, что это не дозволено. Мусульманину не дозволено одевать подобную одежду, из-под которой открывается его аурат. Если он наденет ее преднамеренно, то его молитва нарушается. А если он не знает, что когда он совершает земной поклон, его аурат открывается, то его молитва действительно, однако кто-то должен обратить его внимание на это. Потому что в наше время есть некоторые люди, которых ты видишь перед собой в молитве. Они надевают брюки, и когда совершают земной поклон, их брюки сползают и открываются их ягодицы. Относительно этого мы скажем, что это не дозволено. Но молитва этого человека не нарушается, потому что он не знает, что его аурат открывается. А если он это делает преднамеренно, то его молитва нарушается. Потому что это самая тяжелая часть аурата, по единогласному мнению. Также, если человек преднамеренно откроет свои бедра в молитве, мы скажем, что его молитва недействительна. Однако, когда он не знает этого, например, он надел короткую одежду, а когда совершил поясной или земной поклон, его бедра стали видны сзади, тогда как он не знал этого. В таком случае его молитва действительно, однако следует обратить его внимание на это. Хорошо, шейх, а если человеку сообщили об этом, но он продолжает надевать такую одежду, мы скажем, что это не дозволено ему. Не дозволено тебе надевать эту одежду, зная, что твой аурат откроется, по причине чего твоя молитва нарушится. Шестое действие, нарушающее молитву, сильное отклонение от направления киблы. Мусульманину приказано, чтобы во время совершения молитвы он обращался в сторону киблы, то есть по направлению к Каабе. Как сказал Всевышний Аллах, куда бы вы ни повернулись, там будет лик Аллаха. А также он сказал, обрати же свое лицо в сторону заповедной мечети. Всевышний Аллах повелел своему пророку, саллиллаху алейхи ва салям, чтобы он направил свое лицо в сторону заповедной мечети. Направление в сторону киблы – это одно из условий молитвы при наличии способности на это. Существует два вида отклонения – частичное и полное. Поэтому, если мусульманин преднамеренно полностью отклонится от направления киблы, сделав так, что кибла осталась у него справа или слева, или за его спиной, то его молитва недействительна. Если он сделал это преднамеренно. Как мы уже говорили, если он сделал это зная, преднамеренно и не по забывчивости. В этом случае, если он полностью отклонился от киблы, то его молитва недействительна. А если он отклонился только частично, то есть если он немного отклонился вправо или влево, например, когда кибла находится на западе, а он немного отклонился от этого направления вправо или влево, то есть не сильно, то мы скажем, что его молитва действительно. Но тем не менее, если он знает точное направление киблы, то он должен иметь обязательное намерение направиться именно в ее сторону. Это обязательно для него. Однако, если он немного уклонится вправо или влево, то его молитва действительно. А если он полностью отклонится от этого направления, его молитва станет недействительной. Ведь Пророк, саллиллаху алейхи ассалям, сказал, «Это ваша кибла, будь вы живыми или мертвыми». А мусульманину приказано направляться по направлению к кибле в своей молитве. Есть послабление в этом вопросе, когда человек совершает добровольную молитву, будучи в пути. В таком случае ему дозволено совершать молитву не по направлению к кибле, если он сидит на верховом животном. Также в этом есть послабление, если человек не знает направление киблы или не имеет возможности направиться к ней. Если человек приложил свои усилия, но не может направиться к хибле, то мы скажем, что он должен молиться в соответствии со своим состоянием. Даже если потом выяснится, что он ошибся в этом, то на нем нет греха. Седьмое действие, нарушающее молитву – непрерывные многочисленные движения в молитве. Непрерывные многочисленные движения в молитве. Тут автор установил ограничение своими словами «многочисленные движения», а также определил их как непрерывные. Также мы можем дать этому следующее определение. Когда кто-то увидит этого человека, он подумает, что он не молится. Когда человек увидит молящегося, создающего такие движения в своей молитве, что можно будет подумать, что он не находится в молитве. Это будет считаться многочисленными движениями в молитве. Если человек создает многочисленные движения в своей молитве и совершает действия, несовместимые с молитвой, то из-за этих движений его молитва нарушается. Например, человек совершает молитву и начал прыгать на месте. Прыгает, прыгает, прыгает. Относительно этого мы скажем, что эти непрерывные прыжки, один раз, два раза, три, четыре и так далее, нарушают его молитву. Потому что это действие не относится к действиям молитвы. И тот, кто увидит его, подумает, что этот человек не находится в молитве. Это действие противоречит молитве и противоречит смиренному и богобоязненному состоянию. Также, например, если человек совершает молитву и начал делать спортивные упражнения. Направо и налево и другие движения. Мы скажем, что такая молитва недействительна, и он должен сделать заново вступительный тагбир. Но если он совершил незначительные движения, или если движений было много, но они не были непрерывными, например, он почесал голову, живот и ногу, но эти движения были раздельные, допустим, в первом ракате он почесал свою голову, а во втором ракате он почесал свою ступню, в третьем ракате он почесал свое бедро, или он сделал это в каждом ракате по нескольку раз, но эти движения не были непрерывными и многочисленными, в этом случае мы скажем, что его молитва не нарушается. Некоторые обладатели знаний считают, что если он совершит более трех движений последовательно, то его молитва нарушится. Однако относительно этого нет достоверного доказательства. Но правильное мнение, что определение движения, нарушающего молитву, это когда человек, увидевший тебя двигающимся в молитве, посчитал, что ты не совершаешь молитву. Это именно то движение, которое нарушает молитву. А что касается случаев, когда движение в молитве было из тех движений, в которых нуждается мусульманин, то ведь пророк, саллиллаху алейхи ва салям, совершал молитву, держа на руках свою внучку Умаму. Каждый раз, когда он совершал поясной или земной поклон, он клал ее, а затем заново брал на руки. Это было движение, но оно было необходимо. Поэтому те движения, в которых есть необходимость, в них нет никаких проблем. И они не являются нежелательными. Ведь пророк, саллиллаху алейхи ва салям, совершал молитву, стоя на мимбаре. А когда он хотел совершить земной поклон, он спускался к основанию мимбара и там совершал его. И после чего он снова поднимался наверх мимбара и продолжал там совершать молитву. Это движение также было для необходимости. А это польза того, чтобы люди видели пророка, саллиллаху алейхи ва салям, и подражали ему в его молитве. Восьмое действие, нарушающее молитву, нарушение омовения. Нарушение омовения также является одним из действий, нарушающих молитву по единогласному мнению. Если у молящегося нарушилось омовение, то его молитва нарушена. Потому что пророк, саллиллаху алейхи ва салям, сказал, «Аллах не примет молитвы кого-либо из вас, если он осквернится, пока он не совершит омовение». Поэтому при наличии осквернения нарушается омовение, а при нарушении омовения нарушается и сама молитва. Если у человека во время молитвы нарушилось омовение, то он должен начать свою молитву заново. То есть он должен покинуть молитву и совершить омовение, а затем начать молитву с самого начала. И он не должен продолжать молитву с того места, где он ее прервал. Так как есть некоторые ученые, считающие, что если молящийся осквернился в молитве, то он должен покинуть ее и совершить омовение, а затем продолжить ее о совершении с того момента, где он ее прервал. Относительно этого мы скажем, что это недостоверно. Напротив, является обязательным для того, кто нарушил свое омовение в молитве, например, человек осквернился при совершении последнего ташахуда, Относительно этого мы скажем, что обязательно для него, чтобы он повторил всю молитву с самого начала. Он должен совершить омовение, а затем совершить молитву с самого начала. Если он осквернился при совершении первого раката, то его молитва нарушается из-за наличия осквернения. И он не должен давать таслим. Но при наличии нарушающего действия также нарушается и его молитва. Он должен покинуть молитву, совершить омовение и совершить молитву по новой. И это по единогласному мнению ученых. То есть нарушение омовения – это действие, нарушающее молитву по единогласному мнению. Итак, Шейх, что касается действий, нарушающих омовение, то это относится к другому разделу? Да, есть действия, нарушающие молитву, а есть действия, нарушающие омовение. Исходя из этого, мы скажем, что любое действие, нарушающее омовение, относится к действиям, нарушающим молитву. Поэтому, когда бы ни произошло одно из действий, нарушающих омовение, о которых мы упоминали ранее, по их причине нарушается омовение человека, а если нарушилось омовение, то нарушается и молитва. Например, если у человека было выделение мочи в молитве, относительно этого мы скажем, его молитва нарушилась, потому что нарушилось его омовение. А нарушение омовения нарушает молитву. Также, шейх, вопрос относительно отклонения от киблы. Каково определение этого, шейх? Например, если человек повернул голову, или обязательно, чтобы он повернулся телом. Отклонение, нарушающее молитву, это полное отклонение, а не поворачивание головы. То есть человек должен полностью повернуться всем телом. а когда человек поворачивает только свою голову, то тут мы скажем, что его молитва не нарушается по единогласному мнению. Отклонение можно разделить на четыре части. Первое – отклонение сердца. Второе – отклонение взором. Третье – отклонение головой. Четвертое – отклонение всем телом. Первое – отклонение сердца. Оно не нарушает молитву по единогласному мнению. Второе – отклонение взором. Оно не нарушает молитву по единогласному мнению. Третье – отклонение головой. Также не нарушает ее. Четвертое – отклонение всем телом. Это то, что нарушает молитву. Это когда молящийся полностью отворачивается от киблы. То есть, если кибла находится по направлению к западу, а молящийся повернулся в сторону севера или юга, а если он повернулся по направлению северо-запада или юга-запада, то все это кибла, и по причине такого направления его молитва не нарушается. Потому что пророк, саляллаху алейхи вассалям, сказал, все, что между востоком и западом, кибла. А также, исходя из слов Умара и Ибн Умара, сказавших, все, что между востоком и западом, это кибла. То есть Умар и Ибн Умар сказали эти слова, все, что между востоком и западом, это Кибла, для жителей Медины. Например, тот, кто находится в Иррияде или в Неджде, то им будет сказано, все, что между севером и югом, это Кибла. Также те, кто находится на западе, им будет сказано, все, что между севером и югом, это Кибла. А тот, кто находится на юге, ему будет сказано, все, что между западом и востоком, это Кибла. Также, шейх, вы упомянули отклонение сердца. Как я помню, есть хадис «Не будет из его молитвы». Воистину, когда человек совершает молитву, то ему записывается за нее одна десятая, или одна девятая, или одна восьмая, но также будут те, чья молитва будет обращена в тряпку, которая будет брошена ему в лицо. Ему будет сказано «Да погубит тебя Аллах так же, как ты погубил свою молитву». Просим у Аллаха благополучия. Это не означает, что его молитва нарушена, но... Нет, уходит его награда. С него снимается обязательность совершения этой молитвы. но он не получает за нее награду. Итак, шейх, ограничимся на этом. А на следующем уроке мы разберем условия омовения с позволения Аллаха. На этом мы завершим наш урок. И с позволения Аллаха на следующем уроке будем проходить шуроту льву, то есть условия омовения. Благодарим вас за внимание. И до новых встреч. Ассаляму алейкум варахматуллаху варакату. Ассаляму алейкум варакату.